итак добрый день друзья мои отвечая кому-то из вас на просьбу о том как же я смоделировала свое собственное платьице я представлена на нем везде это такое сиреневая платьице где я сижу и о чем-то рассказываю на столе раскинута ткань я думаю все вы это видели так вот это платьице сделано технический эскиз я постаралась изобразить вот здесь всегда начинаем нашу работу с того что мы рисуем цель какой хотим достигнуть без этой цели смысл нашей деятельности вообще бессмысленный потому что в голове это одна картинка когда вы возьмете в руки карандашик и что-то нарисуете получится совсем другая картинка сейчас попытаюсь буквально вот прямом эфире если можно так сказать сделать как можно скорее объяснить вам то как я действовала когда моделировала себе это платье и так первое давайте вспомним из чего состоит у нас весь процесс создания нашего изделия он состоит из четырех этапов первый этап снимаем мерочки изучаем нашу фигурку я их записываю рядышком с техническим эскизом затем второе мы выбираем прибавки для этого платьице прибавки были минимальные минимальные то какие если бы ткань у меня была трикотажная я бы взяла нулевые прибавки так как ткань была жаккардовая абсолютно никуда не тянулась достаточно такая суховатая я взяла минимально допустимую прибавку по груди 3 сантиметра вы видите что изделие у нас отрезное по линии талии нижняя часть довольно простая поэтому разбирать будем только верхнюю часть прибавочка по талии соответственно я беру один сантиметр иногда можно брать 0 но в данном случае я взяла один сантиметр для того чтобы не было ничего лишнего прибавочка по бедрам в этом платьице у меня конечно побольше потому что здесь есть какая-то драпировочка и так далее по юбочке она конусообразная самая простая трапециевидная просто выточки переведены допустим в какие-то вот такие вот мягкую сборку и чуть-чуть добавлено увеличена прибавка по бедрам моем случае где-то буквально сантиметра три не больше прибавочка была по бедрам нас еще интересует прибавка к обхвату плеча да кстати эти прибавки лучше всего вам записывать видимо вот здесь давайте так и напишем прибавочка по груди это 3 прибавочка по талии это 1 прибавочка по бедрам я бы взяла 3 и прибавочка к обхвату плеча я бы взяла минимум 4 сантиметра ну давайте так и напишем 4 сантиметра еще у вас есть соответственно мерки и вы строите вот такую базовую конструкцию для себя она у вас есть и здесь все контрольные циферки сходятся то есть по груди у вас будет если у вас размер допустим 48 то 48 плюс 3 51 если по талии у вас 38 то здесь у вас будет 39 за минусом вытачек и по бедрам у вас будет если бедра у вас там 3 сантиметра скажем сколько там 47 то плюс 3 скажем будет 50 но юбочка нас не интересует поэтому с ней говорить о ней разбираться мы с ней не будем и вот такой вот рукавчик я построила в базовой конструкции для того чтобы в дальнейшем приступить к его изменению и вот сейчас когда я закончила построение базовой конструкции это был второй этап нашей работе я ее построила и вот так вот вам приготовила показать и вырезала беленький цвет это базовая конструкция она содержит все талии вытачки рукавчик и наши размеры затем наступает третий этап проверила что она вся контроль прошла у меня это выкройка то есть все мои прибавочки по всем участкам сходятся после этого я приступаю к моделированию моделирование это уже изменение базовой конструкции вот под этот наш фасон вот под этот наш фасон работаем повторяю только сверху поэтому я беру и обвожу базовую конструкцию на каком-то еще другом допустим кусочки бумаги вот так я ее обвела видите да что нужно глядя на наш фасончик к ней добавить мне нужно добавить удлинение плечевого шва чтобы получить вот эту красивую линию мне нужно добавить удлинение плечевого шва хочу удлинить допустим на 4 сантиметра или на 5 сантиметров как это выбирается подойдите к зеркалу померьте найдите вот эту точку на себе же и отложите вот сюда 4 5 сантиметров затем всегда немножко приподнимайте конечную точку плеча на один полтора сантиметра и опять же глядя на наши плечики в зеркало оформляйте вот эту линию плавненько не острыми какими-то ломанными линиями а вот такими плавными и получится у вас вот эта точка например то сделайте тот наклон плечевого шва не просто продолжайте эту линию вот так тогда она у вас вот сюда топырится и будет некрасиво да а я всегда делаю вот этот поворотик в продолжении плеча поворотик и удлинение удлинение поворотик если хотите и выбирают таким образом вот такую точку затем эту точку обязательно вот в этом месте под прямым углом вот здесь должен строго быть прямой уголочек я оформляю к той пройме которая у меня была вот таким образом например я выбрала да то же самое я проделываю со спинкой посмотрите нас интересует спинка я вот так вот положила и то же самое я проделала со спинкой и оформила вот эти удлинения со стороны спинки причем вот эти точки я легко могу корректировать когда я буду подгонять рукавчик допустим вот здесь да я могу эту точку сюда подвинуть немножко эту наоборот вот сюда сузить и так далее то есть вот выбор этих точек это ваш произвольный выбор и поэтому вы можете здесь двигать их влево вправо вверх вниз по вашему желанию как бы вам как вам хочется главное обращаю ваше внимание на то что вот здесь у вас должен обязательно получится прямой угол зачем за тем что когда вы вот так сошьете свои плечики чтобы это линия была прямая видите вот она она у нас будет прямая и все после того как вы нарисовали вот это удлинение выживая базовая конструкция нам больше не нужно и мы убираем ее в сторону мы работаем дальше вот с этими выкройками хочу или думаю что в этот раз вам достаточно ярко все видно и все хорошо нарисовано посмотрите это у нас . c базовая конструкция это вытачка нагрудная это у нас наша талиевая вытачка вы знаете что я люблю талиевые вытачки сносить немножко в сторону от центра сторону боковом ушу потому что на фигурке вот в этом месте всегда есть ямка и эту ямку очень хочется запомнить вот в этом месте всегда есть круглая наша выпуклая железа молочное да и поэтому вы . здесь не очень то бывает уместна а чуть стороне самое место для нее или на спиночки у нас сохранилось очень корректный у нас край у нас сохранилась и плечевая выдачка и у нас сохранилось 3 вы дачка на своем месте а теперь давайте поработаем с полочкой отложим в сторонку да еще можно чтобы закончить оформление плечевого шва еще можно поработать с рукавчиком вот обратите пожалуйста внимание у нас был построен вот такой рукав так как я его буду еще книзу расширять выполнять лучевую раздвижку то я не стала заужать рукавчик книзу я его построила просто таким широким и прямым каким он у меня нарисовался когда я выбрала вот эту величину с учетом прибавки прибавка к обхвату плеча была у меня 4 сантиметра ваша мерочка обхвата плеча плюс 4 и у меня получилось вот это расстояние и так смотрите дальше дальше я вспоминаю о том насколько я удлиняла вот это свое плечико и вот насколько я его удлиняла настолько я опускаюсь от точки о вниз настолько я и буду укорачивать именно на эту величину я буду укорачивать головку своего рукавчика высоту оката рукава на 4 удлинили 4 здесь будете снимать на 5 5 на 6 6 и так далее можно и на 10 но увлекаться этим я думаю не очень то стоит хотя почему нет вы можете пробовать рисковать из моей практике все что больше пяти сантиметров немножко начинает расширять плечи вот эта точка становится вот здесь вот низко но и как-то не очень удобно хотя это всегда ваш выбор экспериментируйте пробуйте и смотрите что больше понравится именно вам потому что все равно решение принимать вам и носить эту вещь вам и надо чтобы вам нравилось и чтобы удовлетворяло всем вашим желаниям поэтому выбор за вами мой мое предложение вот такой из моей практики да и так я укоротила головку и соответственно хочу оформить вот эту линию но не знаю как чтобы быть более точными посмотрите что я буду сейчас делать отодвинем в сторонку спинку посмотрите что я делаю я укладываю нижнюю часть оката рукава на нижнюю часть проймы и выбираю общую линию вот так я ее выбрала давайте поярче и нарисуем я выбрала вот так общую линию я ее нарисовала и на рукавчики вернее в общую контрольную точку я и нарисовала имя рукавчики и я и он рисовала на своей полочке на пройм очки вот теперь можно перевернуться рукавчик перевернуть на эту сторону и посмотреть как примерно оп 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 у меня сходится вот эта линия мне здесь так 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 она мне очень даже нравится вот я попадаю как раз сюда хорошо посмотрим что сделать как посмотреть уточнить эту линию на спинке да точно так же вот так накладываете совмещая под мышечкой эти точки да и двигаете свой рукавчик вокруг вот этой вот общей точки вот эта точка сначала зажимается карандашиком вот тогда а потом вращается вот очень мелкие детали не вот не вполне удобно мне это делать ну вот например вот так видите внизу все совпало и здесь у меня вот эта точечка тоже отметилась вот эта точечка здесь так переношу эту точку на эту сторону вот ее перенесла и пытаясь совмещать то есть нижние части мы подогнали а верхней части я пытаюсь тоже подогнать смотрю оп 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 очень хорошо там у меня тоже все это получается заглянула посмотрела есть и нужно повторяю я могу легко это подвинуть и таким образом добавив лишнюю ткань к пройме по верхней части я ее убираю соката рукава сколько добавили столько и убавляем можно делать эти уголочки четкими а можно делать их вот такими вот плавными так обрабатывать будут будет легче а можно прямо ставить такие ломанные линии вот здесь в этих уголочках и работать уже с ними вот посмотрите вот так и вот так это у меня все вметается все сюда подходит а с этой стороны давайте проверим и с этой стороны я думаю тоже вот так вот так и тоже у меня все 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 подходит рада да 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 вот так вот все у меня подходит если что-то у вас не так вы можете легко это подкорректировать я думаю что работа с рукавчиком как мы получили вот это вот удлинение вам понятно еще разочек сколько добавили добавили мы вот эту часть вот эту с этой стороны да и и соответственно столько же мы сняли с этого рукавчика затем наш рукавчик посмотрите он широкий внизу вот здесь он широкий его надо расширить внизу поэтому я выполняю лучевую раздвижку я разрезаю свой рукавчик ну допустим вот по таким линиям до конца вот так и буду его вот таким образом разводить насколько настолько насколько мне захочется и он будет у меня внизу вот такой широкий а потом я его соберу на какой-то соберу на манжетик вот такая получилась у меня выкройка что касается рукавчика мои хорошие наше время опять подходит концу я вынуждена немножечко прерваться чтобы не делать наши ролики такими длинными и продолжение обязательно будет следовать следующем видео я вас люблю еще раз поздравляю с новым годом желаю всего самого самого но и лучшего чтобы благополучие никогда не оставляла ваш дом приглашаю вас к себе на занятия на очные занятия и не знаю успеет это видео или нет и еще 21 января приглашаю вас на бесплатный мастер-класс на котором я покажу как работает мой безвлекальный способ кроя сразу на ткани мы построим с вами раскроем приталенное изделие в точным рукавом до новых встреч стоит ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всегда ваша карина коломейка